Привет! Это игровой ноутбук. И если вот так не очень понятно, что он игровой, то вот так сразу все становится на свои места. И зовут этого красавца Lenovo Legion Y740. Если честно, я рад, что он не кричит всем подряд, что он геймерский, потому что очень многим людям нужен производительный ноут для работы. И кричащий дизайн это не всегда уместно. Уже все производители это поняли и стараются сделать дизайн своих игровых ноутбуков, наоборот, более сдержанным. У Lenovo это получилось. А если вы вообще никаких намеков на гейминг не хотите, то RGB-подсветку, боковин, клавиатуры и логотипы можно сделать, например, белой или вообще отключить. Сам ноутбук с виду простой, но внешний вид мне нравится. Вроде бы и рубленные линии, но в то же время плавные. Металлическая крышка и рабочая поверхность. Толщина, как для игрового ноутбука, совсем небольшая. Если с толщиной все в порядке, то с другими размерами ситуация такая. Видите, как закрывается крышка? Сзади есть еще место, которое использовали для того, чтобы вынести туда разъемы и отверстия для вывода горячего воздуха. Из-за этого ноутбук будет чуть больше, чем стандартные пятнашки и, возможно, не поместится в вашу сумку. Весит ноутбук чуть более 2 килограмм. Еще из особенности конструкции, крышка может открываться на 180 градусов. Не знаю, насколько это будет полезно, но, может быть, если вы лежите на диване или где-то в аэропорту, тогда такой вариант будет удобен. Но вот то, что она немного дрожит при работе, например, когда печатаешь или когда положил на стол руки, иногда отвлекает. Экран 15 дюймов IPS с разрешением Full HD 1920 на 1080 с минимальными рамками. Я такое люблю. Нижняя рамка очень широкая. Это сделано для того, чтобы экран визуально казался выше. И еще для того, чтобы там поместилась веб-камера. Да, если честно, то это непривычно. Для того, чтобы видно было ваше лицо, а не плечи, нужно откидывать экран еще дальше назад. Изображение хорошее. Широкие углы обзора. Яркость 500 нит. С такой яркостью можно комфортно работать и играть даже при ярком свете. Например, на улице в солнечный день. Цвета очень приятные и самое главное, частота обновления экрана 144 Гц и поддержка G-Sync. Клавиатура с RGB-подсветкой, без цифрового блока и смещена вправо, чтобы поместился дополнительный блок клавиш. Две из них регулируют яркость подсветки, две оставили для макросов, одна запускает запись экрана и одна включает фирменный софт Lenovo Vantage. Софт позволяет следить за температурой и нагрузкой процессора, памяти, SSD и видеокарты. Есть три режима работы, мощный, сбалансированный и тихий. Кроме этого, есть еще множество настроек, например, гибридный режим, при котором отключается дискретная видеокарта, чтобы не так быстро расходовать батарею, если вы не собираетесь играть, а вам просто нужно поработать с текстом, посидеть в интернете, написать письмо и все в таком духе. Здесь же можно настроить макросы, настроить работу аккумулятора и веб-камеры. Что интересно, так это то, что макросы пишутся в одном приложении, а подсветка клавиатуры настраивается в другом и называется оно Corsair IQ. Приложение мне лично давно знакомо, здесь огромное количество вариантов настройки подсветки, так что скучно вам не будет. Кстати, в этом приложении тоже можно мониторить температуры. Мозг ноутбука, шестиядерный процессор Intel Core i7-9750H девятого поколения. Тактовая частота чипа в обычном состоянии 2,6 ГГц, в турбо-бусте 4,5 ГГц. Поддерживает технологию Hyper Trading, обрабатывает 12 потоков данных и справляется с любым количеством задач. Вообще, его хватает для запуска любой игры. Видеокарты здесь NVIDIA GeForce RTX 2070, SSD на 1 ТБ, ну и 32 ГГц оперативной памяти, куда же без нее. При желании вы можете легко разобрать ноутбук и поставить SSD побольше или память с частотой повыше. Охлаждает все это система охлаждения Lenovo Cold Front. Она представляет из себя два вентилятора с медными трубками. Тепло отводится отдельно от процессора и от видеокарты и выводится через 4 вентиляционные отверстия, которые находятся сзади и по бокам. Горячий воздух дует не на вас, а от вас и в стороны. Клавиатура не горячая, что радует. Шумит система, конечно, ощутимо, но без этого никак. Посмотрим, что может в играх этот красавец и первый будет Doom Eternal. Настройки сразу ставим Ultra Nightmare. Экшен здесь постоянный. На вас всегда бегут толпы монстров, все взрывается, вы режете их бензопилой, постоянно добиваете, а они не кончаются. В таких условиях процессор разогревается до 90 градусов, ему приходится сбрасывать частоты. Но все равно FPS держится в районе 120. Ниже сотки практически никогда не опускался. Пока я играл в эту игру, я вспомнил, почему мне не хочется играть в эту нудятину, но как бенчмарк эта игра хороша. Переходим в Call of Duty. Здесь критически важен высокий FPS, важнее красивой картинки, потому что игра динамичная. На карте довольно много людей и экшена в сетевой игре даже больше, чем в Doom. Так как игра сетевая, то максимальные настройки я не стал ставить, а поигрался с ними, чтобы сделать так, что FPS будет высоким и картинка не сильно пострадает. На карте происходит настоящий ад. Чистый дезмач, стрельба не прекращается ни на секунду, со всех сторон тебя атакуют противники и все вокруг взрывается. В таких условиях FPS держался в районе 100, с редкими просадками до 76, буквально на полсекунды. Повышать настройки для более красивой картинки здесь просто нет смысла, потому что в таких играх FPS важнее, иначе ты просто никого не убьешь. Последняя игра не такая динамичная, я бы даже сказал очень спокойная, но графика здесь крутейшая. Red Dead Redemption 2. Пейзажи, погода, мелкие детали, в этом вся игра, перестрелки здесь не на первом месте. Настройки я подбирал сам, ориентируясь больше на красоту картинки, но и чтобы FPS не был совсем низким. В сцене, где вы с отрядом скачете на задание, игра показывает около 55 FPS, что неудивительно. Погода ужасная, вы на открытом пространстве и снег валит без остановки. А вот когда начинается перестрелка в деревушке, то FPS поднимается и счетчик показывает уже 60-70. Если вы находитесь не на открытом пространстве и экшена нет, то около 70 FPS на таких настройках вам обеспечено. Мне кажется, что для красот игры и для экшена эти настройки оптимальные. Во внутриигровом бенчмарке я тоже протестировал и средний FPS был 60. Как вы могли заметить, температура процессора в играх держалась выше 90 градусов. Но во всех тонких ноутбуках ситуация похожая, потому что довольно сложно хорошо охладить комплектующие в таком тоненьком корпусе. Несмотря на это, ноутбук выдает очень играбельный FPS во всех современных и динамичных играх на сегодняшний день. Ну а если вы поклонник VR-игр и еще не успели пройти недавний хит Half-Life Alyx, здесь тоже это можно делать. В общем, если вам нужен мощный и в то же время компактный ноутбук, то Lenovo Legion 840 вам отличается.